хорошо и на как вы себя чувствуете отлично сейчас будем приглашать вашего куратора и вместе с ним будем подниматься к вашему на уровень вашего высшего я и зададим ему ваши вопросы я делаю запрос в энергоинформационном поле приглашая в эту комнату диагностики прийти куратора инны лигу очень приятно снова находиться здесь приветствую всех присутствующих приветствуем вас лига и нам очень приятно видеть вас снова в нашей комнате диагностики мы сегодня встретились по причине того что ваша подопечная решилась задать своему высшему я 10 вопросов которые у нас есть будете ли вы так любезно сопроводить нас в этом путешествии благодарю за это прекрасное приглашение и с радостью буду сопровождать вас на уровень высшего я благодарю вас лига на какой уровень мы поднимаемся на 10 уровень благодарю хорошо верочка бери инну свои крылья и вместе с куратором лига и мной на 4 поднимаемся на 10 уровень уровень высшего я инны 1 2 3 пошел подъем и свои крылья она может сама ими передвигаться отлично хорошо и на сама передвигается вместе с нами мы летим на 10 ангельский уровень 10 ангельский хорошо подожди ангельский или высшего я не 10 ангельский уровень и одиннадцатый высшего я не показывает и тот тот хорошо нам надо к высшему я начну на 11 поднимаемся да и поднимаемся на 11 уровень высшего я инны то есть по сути это один и тот же уровень но это уровень развития ангельской души и высшего я с его опыта мы здесь снимается все маски и голограммы все вокруг представится глаз на своему эфирному коду днк на месте вера да хорошо и мы приглашаем к нам выйти высшая я инны женщина женская энергия формирует снимается маски и голограммы фантом представится глаз на своему эфирному коду днк я приветствую свою дорогую частичку и вас милые ангелы на своем уровне приветствуем вас уважаемая высшая я инны мы очень рады находиться здесь мы взяли в эту поездку сегодня и куратора лигу она согласилась нас сопроводить меня зовут влад это вера мы чуть ранее проводили чистку вашей частички сегодня она изъявила желание познакомиться со своим высшим я и задать ему 10 вопросов своих будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы своей частички да буду несомненно я отвечу мне самой интересно что же вас волнует на земле и перед тем как мы перейдем дальше к вопросам как нам обращаться к вам будете ли вы так любезно назвать своим несмотря на то что моя частичка и я получаю колоссальный опыт проживания на земле обращайтесь ко мне аллея 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 ударение на последнюю букву аллея понятно благодарю вас уважаемая аллея я начинаю с вашего разрешения с приветствия у меня здравствуйте у меня был очень меня была очень большая тяга к встрече со своим высшим я поэтому я очень благодарна веру и владу за эту возможность я встретилась в медитации с моим куратором и наставником лигой и благодарна ей за то что она ответила на мои вопросы и помогла мне создать вопросы для моего высшего я в благодарность я даю вам энергию своей любви и радости здравствуйте а теперь подойти ко мне я обниму тебя мы соединимся и ты почувствуешь огромный прилив счастья и радости и любви твои вибрации повышаются принимая от меня свет знания и силу благодарю за эту встречу продолжайте пожалуйста первый вопрос сколько жизни фиолетовая энергия находится с нами когда она находится рядом со мной я чувствую что у меня есть что-то свое от нее всегда исходит любовь и мне кажется что она разговаривает со мной фиолетовая энергия это энергия чистого космоса энергия энергетического центра коронной чакры то что связывает вас верхними космическими слоями с абсолютом и чистой информации энергия фиолетовых лучей присутствовала всегда можно сказать принимала участие в создании души надеюсь я ответила на первый вопрос благодарю вас уважаемая олия было очень понятно вопросов нет я перехожу ко второму вопросу символы который показывает фиолетовая энергия исходит от тебя мое высшее я например в последнее время стрекоза которую я вижу имеет это значение нет эти символы дает тебе твой куратор который ведет мою частичку в этом отрезке жизни на объекте земля у меня есть свои определенные задачи которыми я занимаюсь на своем десятом ангельском и одиннадцатом уровне высшего я я хотела немного описать вам эти уровни чтобы вы понимали о чем идет речь дело в том что у вас трехмерное измерение и вы поэтому настолько прикованы к порядку и числом я имею ввиду числовому порядку здесь же совсем другие измерения и поэтому это как наслоение один слой входит в другой но интеллектуально мы понимаем что происходит десятый ангельский уровень находится внутри одиннадцатого уровня высшего я это так для моей души для каждой души идет определенная своя картинка моменты которые нужно прорабатывать чтобы уровни сравнялись ангельские души несут другую ответственность поэтому здесь чувствуется разница в уровнях опыта накоплено на одиннадцатый уровень но ангельская душа должна еще работать и отдавать понимать принимать и набирать свой опыт как ангельская душа чтобы перейти на одиннадцатый уровень это трудно понять но это больше чем 3d картинка которую вы представляете именно поэтому трудно ответить и объяснить некоторые вопросы такие как сколько жизни присутствует фиолетовая энергия если бы вы видели энергии вы бы поняли что мир наполнен энергиями большинство из них бесцветны и все что нужно это понимать их чувствовать интеллективно телепатически ощущать вы же это видите цветами для удобства ваши чакры описаны цветами каждая чакра имеет свое настроение это удобно для планеты земля благодарю что вы слушали мой небольшой ракурс очень интересный очень интересная информация уважаемого это образовательная информация которую в принципе на земле очень трудно найти причем правдивую информацию есть очень много лживой информации в нашем материальном мире но то что вы описали это все резонировало у меня и соответственно никаких вопросов у меня нет я все увидел и все понял уверен и ваша частичка тоже все поняла благодарю за это продолжайте пожалуйста третий вопрос на последней дыхательной практике где я встречалась с моим учителем лигой я отправилась в свою прошлую жизнь где я была индианкой она сказала мне что все к чему я прикасаюсь становится счастливым и получает энергию что я исцеляю все так ли это я скажу целом когда человек счастлив находится в любви и гармонии любая душа может исцелять все что находится рядом так создана человеческая душа душа она исцеляет если находится в гармонии с отцом в знании себя в любви и балансе в медитации ты получила эти чувства и отсюда открылась информация но человеческий разум пытается приравнять эту информацию к знаниям матрицы земли или полученным знанием информация которая идет тебе намного шире расширяй сама границы и ты поймешь сколько полезного вокруг тебя информация об извлечении работают для всех его человечества и человеков вы ведь знаете что кроме человеков живут и другие цивилизации на планете земля да мы знаем об этом я еще раз сделаю упор что человеческая душа может исцелять вокруг себя все живое если настроена на правильные вибрации благодарю очень интересный ответ уважаемая алия я благодарю вас за то что вы развернуто ответили в самых мелких нюансах это очень важно наверняка для развития инны и в целом ответ был очень интересный я благодарю вас я перехожу к четвертому вопросу на что мне нужно обратить больше внимания в этой жизни чтобы ускорить эволюцию моей души я бы хотела поблагодарить тебя за твои комментарии к моим ответом это очень лестно твоя похвала я говорю правду лезть это немножко в негативном смысле но я говорю от всего сердца от всей души действительно это интересная информация ни в коей мере не лезть благодарю повтори пожалуйста вопрос четвертый на что мне нужно обратить больше внимания в этой жизни чтобы ускорить эволюцию моей души я не знаю как ответить на этот вопрос я лишь могу сказать что развитие души на земле запущено запуск произошел и назад пути нет все что ты будешь делать будешь делать с радостью для того чтобы душа развивалась расширялась наполняла знаниями и энергиями что тебе нужно делать это не останавливаться нельзя ускоряться или замедляться делай все так как просит того душа душа сама знает свой ритм тебе же нужно не отказывать ей не откладывать в дальний угол решая земные проблемы слышать свою душу и давать ей те знания которые она просит я бы так ответила на этот вопрос благодарю вас на земле мы называем это жить в согласии со своей душой согласовывая это очень похоже на то что я говорила благодарю вас улия я перехожу к пятому вопросу одиннадцать двенадцать лет назад умер мой папа мы не успели с ним попрощаться потом он пришел ко мне во сне чтобы попрощаться это был действительно он я хочу поздороваться с ним и узнать как у него дела мне его не хватает душам не нужно прощаться души пересекаются постоянно в разных воплощениях прощание не несет радости прощание несет скорбь познание души что она вечно дает энергии нужные для души чтобы вернуться на правильный уровень нужный ему после перехода земной жизни душа твоего земного папы вернулась к тебе во сне потому что ты не могла отпустить ее направить и пожелать счастливой дороги и новых встреч ты держала эту душу именно для этого душе пришлось найти тебя во время сна и попросить чтобы ты отпустила эту душу попрощаться как вы говорите на земном языке повтори пожалуйста вопрос там было несколько да там было несколько моментов я прочитаю по новому 11-12 лет назад умер мой папа мы не успели с ним попрощаться потом он пришел ко мне во сне чтобы попрощаться это был действительно он и вторая часть я хочу поздороваться с ним и узнать как у него дела мне его не хватает я не могу беспокоить высшее я другого человека телепатически и информационно я лишь могу сказать что у него все в порядке и лучше для него будет если твоя память будет светлой радостной и приятной зажигая свечу в его честь пусть будут только светлые и радостные чувства не нужно скорби сожаления и заболезнования порадуйся помни счастливые моменты и пошли любовь этой душе это наполнить ее определенными энергиями и пониманием что жизнь на земле имела определенный смысл благодарю я опять я должен сказать благодарю вас за этот очень мудрый ответ это замечательная информация которую вы сейчас раскрыли как и для Инны так и для меня вместе с Верой благодарю вас уважаемая Алия я перехожу к следующему вопросу как мне развивать способность видеть какая душа пришла чтобы отпустить его пока что я только чувствую запах когда он приходит я полагаю речь идет о неупокойных душах это вопрос куратору это прекрасный вопрос я объясню как я уже сказала информация будет разверяться для тебя но на данный момент тебе не нужно знать какая душа пришла это лишняя информация для твоей жизни для твоей земной жизни так как у тебя есть земная рутина со временем когда тебе будет нужно если тебе будет нужно и если ты захочешь тебе придет информация о каждой душе на сегодняшний момент это лишняя информация которая будет мешать тебе или же пугать все что ты узнала на сегодняшний день что ты проводник душ и умеешь отпускать неупокойные оставшиеся на земле по каким-то причинам души тебе не нужно знать причины пока не нужно технику отпускания душ потому что ты знаешь когда ты будешь научишься и сможешь между делом отпускать неупокойные души на свои чистоты или в светлое чистилище и у тебя будет интерес души сами расскажут и покажут тебе кто они были на сегодняшний же момент эта информация тебе будет лишней благодарю благодарю вас Алия да мы знаем у проводников душ есть определенные задания на земле в основном это занимаются ангельские души со своей стороны мы всю информацию поделились с ней которая поможет это все убирать как мы поняли этот ответ был превратить это все в рутину именно так спокойно относиться к этому да ты свыкнешься с рутиной и действительно захочешь знать какая была судьба у души информация пойдет но она не должна пугать тебя именно это я и имела в виду сперва научись это делать хорошо просто легко и между делом это не должно превращать твою жизнь на земле какую-то определенную миссию хотя это и есть миссия но небольшая скажу тебе это как побочный эффект самая главная миссия моей частицы развиваться на земле прожить земную жизнь с чувствами с эмоциями и с развитием души что ты и делаешь и за что я благодарна тебе получить благодарность от своего высшего я это наилучшая похвала благодарю вас уважаемая Алия идем дальше ты продолжаешь мне льстить простите меня итак седьмой вопрос что означает сон в котором мне показывают что мои руки могут исцелять а ладони золотые у тебя находятся энергетические центры в ладонях как я уже сказала руки могут исцелять но не руки а душа душевный покой знания и энергии внутри себя чтобы исцелять нужно понимать эти энергии и обладать определенными знаниями по защите золотые ладони это то к чему может легко налипнуть определенные энергии негатива и разрушения незащищенные энергии с твоей стороны ослепляющие тех кто их видит могут навредить тебе поэтому очищение и меркаба так важны для любого человека благодарю благодарю вас восьмой вопрос какие черты характера у меня хорошие а на какие мне нужно обратить внимание и изменить твоя доброта любовь тяга к знаниям и развитию души радость и искренность ведет тебя правильным путем но наивность и незащищенность может принести определенные проблемы в твою жизнь именно поэтому надо быть сильной понимать эти энергии и знания защищая их наблюдая со стороны за другими объектами должно быть понимание что многие из этих объектов имеют своих интерферентов и помощь своей стороны не совсем нужна или совсем не нужна или это не помощь а отток твоей чистой энергии именно это ты должна видеть как хорошую так и плохую сторону защищая себя своей энергией знания благодарю благодарю я вас мне кажется вы сейчас ответили на 10 вопрос который у нее возник связи с этим если вы позволите я поменяю местами и следующий вопрос мне кажется вы на него ответили как узнать 10 вопрос стоит ли мне помогать кому-то или нет чтобы не тратить свою энергию в пустую быть наблюдателем используйте технику наблюдения общаясь я назову объектом если можно я уже сказала что на земле проживает много цивилизации поэтому я не могу сказать человек вы общаетесь с разными объектами плюс интерферентами в них так вот общаясь с объектами старайся изучать человека наблюдать за ним со стороны за его реакциями которые остаются безызменными за его хорошими сторонами и мелкими деталями наблюдая ты со временем научишься отличать добро и зло лесть и комплимент отделять зерна от плевы ты хозяин своих энергий и если твоя душа кричит что не надо этого общения и каких-то действий помощи прислушайся пожалуйста к ней иногда люди вымогают чтоб им помогали или тратили на них энергию у вас есть прекрасное слово вампиризм для этого на земле энергетический вампиризм именно поэтому не раздавай твои энергии без видимой на то причины защищай свои энергии и старайся быть наблюдателем энергообмен должен быть равный ты должна научиться понимать слово помощь сострадание милостердие отличать от действий когда ты теряешь энергию истощаясь это разные вещи лучи истощения ты имеешь дело с энергетическим вампиром на ошибках учиться как вы говорите на земле я же предлагаю наблюдение если ты научишься замечать мелочи анализировать их ты легко поймешь манипуляцию любого человека и определишь где нужна действительно твоя помощь а где человек хочет пользоваться твоими энергией временем и соответственно здоровьем благодарю благодарю вас за этот ответ и последний вопрос с которым мы перепрыгнули кажется что мы с мужем уже были вместе друг с другом так ли это я отвечу коротко да так ваши души пересекались как на земле так и на других объектах уважаемая Алия у меня больше не осталось вопросов мы благодарим вас за ваше время и за то что вы ответили свои частички на те вопросы которые интересовали нам очень приятно были эти вопросы вы вернее ваши ответы слушайте ни в коей мере это не лезет это действительно комплимент потому что мы часто встречаемся но иногда информация которая дается она дается так что и в нас самих резонирует поэтому я со своей стороны выражал только свои эмоции не примите это ни в коей мере как что-то негативное я не принимаю и я вижу благодарю вас и осталось у нас маленький такой нюанс каждому куратору каждому учителю каждому высшему я с которым мы встречаемся мы всегда делаем один определенный подарок Верочка в твоих руках появляется большая корзинка самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые есть на земле один, два, три мы спрашиваем разрешение уважаемая высшая Улия будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу и просто на добрые воспоминания я бы сказала и опять лезть это не скромный подарок это великолепная весточка земли и я благодарю вас за эти прекрасные плоды нам очень приятно что мы смогли вам доставить радость на этом мы заканчиваем и сейчас будем желаем вам всего наилучшего и сейчас будем вместе с Инной возвращать ее назад в ее систему биоробот душа на этом месте мы желаем вам всего наилучшего скорейшего роста самое лучшее что можно пожелать высшему я радость это видеть свою частичку во время разделения цельного тела для прохождения опыта на каком-то объекте это действительно радость соединиться и обнять стать полной целой и передать заряд энергии своей частички для еще более качественного и комфортного прохождения своего опыта на планете Земля благодарю вас за эту встречу и за великолепный подарок благодарю вас он останется со мной благодарим вас уважаемая Алия я говорю до скорых встреч мы не прощаемся всего вам наилучшего и Верочка рассинхронизируйся готова хорошо на счет 3 возвращаемся вместе с куратором лигой Инной она сама может летать тобой и мной в нашу комнату диагностики один два три полетели мы на месте отлично Инна как вам встреча с вашим высшим я получили были все ответы на свои вопросы я сейчас нахожусь в таком возбуждении и переполнена энергией счастьем и радостью я благодарю вас за эту встречу во благо уважаемая куратор лига как вам эта встреча мне кажется все отлично прошло встреча состоялась вопросы отвечены и это главное душа удовлетворена благодарю вас вы знаете нашу традицию Верочка в твоих руках появляется большая корзинка самыми вкусными спелыми сочными ягодами которые есть на земле и передай пожалуйста эту корзинку уважаемому куратору лиги в знак благодарности за то что она была сегодня вместе с нами мы еще раз смогли с ней пообщаться красный подарок благодарим вас и я благодарю вас за то что пригласили меня обязательно я говорю до скорых встреч уважаемый куратор лига я думаю еще будет возможность встретиться желаем вам всего наилучшего на этом месте и Верочка рассинхронизируйся с лигой один два три готова хорошо и куратор тоже полностью доволен этой встречей замечательная встреча замечательный день будем возвращать вас назад и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Инны в ее систему биоробот душа заводим подключаем каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами Инна говорит что у нее много новой полезной информации для работы с душами абсолютно верно готово отключайся от объекта поднимайся в комнатной диагностики пошел подъем доeter болт солид м м Субтитры создавал DimaTorzok